Продолжение следует... Понятно, да, мы об этом не будем, потому что иначе в данной лекции не было, вы бы ее, наверное, не смотрели. То есть мы говорим о гражданском браке вот в том понимании, как сейчас обычно мы его понимаем. То есть это незарегистрированное сожительство и в том числе, естественно, это не венчанный, не церковный брак. Давайте сразу так. Я ничего не доказываю, никого ни в чем не убеждаю и так далее. Я просто даю максимально полную картину того, как вот я сейчас вижу на момент записи данного видео. И эта картина собрана из огромного количества, скажем так, пазлов, самых различных. И именно поэтому она претендует на очень такую хорошую высокую объективность. Я выдаю то, что считаю наиболее важным в этой теме. Я раскрываю ее максимально полно. И во второй части лекции я отвечаю на вопросы, которые приходили, приходят, и я уверен, будут продолжать дальше мне приходить, поступать, от женщин, с которыми я общаюсь в рамках тренингов, курсов, в рамках личных консультаций и так далее. То есть, соответственно, ваш выбор это принять, либо не принять. Есть третий вариант. Вы можете все это послушать, услышать, но захотеть проверить самостоятельно. Что ж, это ваш выбор, потому что он близок ко второму, да, к варианту не принять. Но это ваш выбор, вы всегда можете проверить все на практике. Иногда личный опыт, да, очень важен тоже. Это все на ваше усмотрение. В лекциях я говорю о тенденциях и закономерностях, из которых, ну, естественно, всегда есть исключения. И в рамках личной работы, консультации, да, можно предположить, когда те или исключения могут вообще быть. Но в обычной ситуации, да, я не советую на них рассчитывать. Не стоит читать, что именно вы исключение. Так бывает редко. Почему я говорю вообще о закономерностях? Я говорю о них для того, чтобы не загонять вас в какие-то рамки, да, не давить вас какими-то узкими коридорами, скажем так. Потому что всегда есть простор для мыслей, для чувств. И я хочу, чтобы все, что вы в этой лекции услышите, вы все пропускали, да, как через разум, через вот эту коробочку, через ее содержимое, так и через ваше сердце, да. Чтобы вы получили в итоге, знаете, не просто информацию, чтобы вы получили некое знание, знание. Это очень важно, потому что только знание может встроиться в вашу систему ценностей, да, в ваше мировоззрение. Потому что что такое знание? Давайте, что такое информация? Информация – это просто, ну, набор символов, да, некий набор символов, который вам понятен. Знание – это информация, которая была либо прожита, продумана и прочувствована, да, продумана и прочувствована, либо это информация, которая была применена на практике и был получен некий результат, положительный или отрицательный, неважно. Это уже знание. Только когда вы получили знание, оно может строиться в вашу жизнь. Тогда вы уже сможете поступать определенным образом, то есть генерировать некое поведение на основании знания. И это будет не пустышка, не поведение, взятое с потолка, потому что кто-то вам так сказал, да умный дядя психолог или еще кто-то. Вы будете поступать так честно, искренне, от души, потому что это стало частью вашего мировоззрения, вашего мироощущения, мировосприятия. Это, знаете, как навык, который в вас встроился. Вы научились плавать, вы уже не забудете. Вы научились ездить на велосипеде, вы уже не забудете и так далее. И я хочу, чтобы именно информация преобразовалась в вас, в знание и встроилась на таком уровне. Искренне вам этого желаю. И еще такой момент. Это видео не для всех, но оно для большинства, да, оно для тех девушек, для тех женщин, которые уже влипли, уже влипли в гражданский брак, вылипли обратно, либо сейчас в нем находятся. И это также для тех девушек и женщин, которые чувствуют, что что-то в этом есть какое-то нездоровое недоразумение для женщины, что-то в этом есть неправильное, да, но еще, слава богу, не успели туда попасть. Это для вас, да. И эта лекция, скорее всего, вызвает раздражение, негодование, протест у тех женщин или даже у тех пар, которые живут в гражданском браке, у которых все хорошо. И, естественно, эта лекция вызовет раздражение у тех женщин, которые убеждены, что гражданский брак – это нормальный, закономерный, логичный, хороший, да, скажем так, самоочевидный этап в построении отношений. Без этого никуда. И, как я уже говорил, да, я не собираюсь насильно вручать вам вот картину мира, возьмите и согласитесь. Нет, ни в коем случае. Но я буду очень рад, если смогу заранить зерна сомнения в душе именно таких моих слушательниц. Поэтому, если вы считаете, что гражданский брак – это что-то хорошее, желательное и вполне очевидное, будьте осторожны, данная лекция может помешать вам так считать в будущем. Ну что ж, на этом завершаем данную небольшую вводную часть и переходим непосредственно к основной содержательной части. Увидимся!